Я у себя в соцсетях размещу. Я же в русле. Отлично. Алексей Алексеевич, день добрый. Здравствуйте. Вот хочу пожаловаться. Часто я беру интервью у политологов и мне говорят, зачем ты превращаешь свой канал или канал Универкапитал, где я работаю в помойку. Экономика это одно, политика грязное дело, политика это не влияет на экономику. Насколько это все правда? Слушайте, ну политика двигатель экономики. Тот же Дональд Трамп в порывах оказать услугу и получить поддержку страны ВПК американского так двигает политику, что получает по щелчку пальцев новые заказы. Поэтому я думаю, что экономика в данном случае, вернее, люди, которые таким образом строят фразу, строят предположения, они пытаются кого-то унизить, видимо, с учетом интересов противоположной группы, группы оппонентов. Думаю, что и политика и экономика, безусловно, связаны. Наши классики марксизма и ленинизма четко дали понятие политэкономии. И мне кажется, это совершенно правомерно было, в том числе и в научном плане. Не то, что разделять политику и экономику, а наоборот, выявлять взаимную связь и пытаться анализировать ее, выстраивая долговременные и краткосрочные прогнозы. Думаю, это совершенно правильно. Хорошо. А какие вызовы сейчас политически значимы до экономики международной? Вот мы знаем, что в этом году единственная экономика, которая вырастет, по-моему, на 2,2% это китайская. Ну, давайте так. Они планируют на 4% все-таки вырасти. И думаю, это им удастся с учетом полной закрытости китайской статистики. Там даже на 8% они могут вырасти, а то и на 12%. Мои коллеги из Японии, они с большим энтузиазмом и с большим сарказмом относятся к китайской статистике, намекая на то, что не все так хорошо в китайском королевстве. Хотя на самом деле с помощью политических экзорсисов в последнее время все чаще решаются многие экономические проблемы. Ну, в глобальном плане это, например, такое выбивание России с европейского рынка с помощью санкционной политики. Ну, сложно считать санкции, что называется, экономическим механизмом, инструментом, потому что на самом деле это является просто проявлением нечестной конкуренции. Я просто напомню, была такая организация, ВТО, в которой был даже арбитражный суд. Вот, они даже где-то существуют, а сейчас просто никто не знает где, потому что США просто наплевали на эту организацию, и она просто, и она умерла. А помните, что мы 17 лет пытались вступить в эту организацию, шли к этому и так далее. Но на самом деле нет худа без добра, потому что нормы ВТО сейчас бы серьезно сковали наши возможности экономические. И отказ от этого очень странного, этой странной организации, он привел нашу экономику в бодрое состояние. Впрочем, даже санкции привели нашу экономику в бодрое состояние. Достаточно проанализировать статус многих отраслей, начиная от ВПК и заканчивая АПК. От военных до агропромышленного комплекса. Думаю, что такой санкционный запал, а это именно политика, потому что санкции вводятся не по причине, а просто повод, а то и без повода. Думаю, что такой санкционный запал, он крайне полезен оказался для российской экономики. Люди, которые принимают решения у нас в стране, вдруг осознали, что на Западе им не удастся встретить спокойную старость. Я, опять же, рассыпаюсь в благодарности Бараку Обаме, Дональду Трампу, Английской Королеве. Всем тем людям, которые довольно четко, артикулированно говорят, что тем представителям нашего эстеблишмента, которые здесь то ли заработали, то ли как-то другим образом добыли деньги, им не удастся это складировать на Западе без, что называется, последствий. И честно скажу, что вот та первая волна национализации российского эстеблишмента, которая захлебнулась именно в саботаже со стороны этого самого эстеблишмента, сейчас поднимается заново, причем благодаря усилиям наших западных партнеров. О чем вам еще раз говорю огромное спасибо, потому что те средства, которые сейчас, надо сказать, справедливости ради российского руководства, делает все для того, чтобы создать условия для возвращения и средств, и людей на свою территорию. Я имею в виду не представителей госслужбы и чиновников, а действительно классных специалистов, которые сейчас чувствуют себя некомфортно на Западе, в том числе и благодаря дискриминационной политике в отношении русских. Я знаю, о чем говорю, потому что ряд моих знакомых, представители моей семьи, сейчас ищут возможность вернуться обратно в Россию на более славные, скажем так, экономические условия. Вот. Такой реверс интеллектуальной элиты, он крайне важен для нас. Это не только решение демографической проблемы, это еще и решение проблемы концентрации интеллектуального потенциала на территории родной страны. А насколько массовая может быть вот эта репатриация, реверс, про которую вы говорите, либо это единичные случаи? Все-таки интересно это. Это совсем не единичные случаи. Достаточно посмотреть на динамику привлечения специалистов на новые производственные мощности и интеллектуальные мощности в российской экономике. Вот сейчас это на самом деле в достаточной степени миф о том, что условия на Западе, за исключением отдельных мест, там, отдельных компаний крупных, что условия очень разные. Сейчас мир пришел к тому, что условия практически одинаковые везде. И многое решают, что называется, дополнительные плюшки. То есть те программы, которые предлагаются высококлассным специалистам, социальный пакет, там, условия проживания и так далее, они часто решают. Вот то государство, которое озаботилось этим, оно имеет очень серьезные преимущества перед теми странами, которые, ну, просто не обращают на это внимания. К сожалению, до недавнего времени Россия отличалась тем, что она совершенно наплевательски относилась к своим специалистам, стимулируя тем самым отток интеллекта. Но уже с начала нулевых годов, с начала нулевых годов фиксируется и обратный, реверсивный поток. Сейчас, на данном этапе развития, этот поток обратного возврата усилился. И это очень хорошо, потому что на Запад едут, что называется, люди-овощи, то есть, я не знаю, там, блогерки, люди, вечно недовольные России и так далее. Мы избавляемся от этого, простите меня, гражданского шлака. А обратно возвращаются специалисты, которые наелись западного образа жизни, поняли, что на самом деле, где родился, там и пригодился. И этот людской поток, он вносит все более и более обильный характер. Я, к сожалению, затруднюсь вам дать цифры. Я, к сожалению, анализировал последний раз это лет пять назад. Но, поверьте, они впечатляющие. Я даже сам удивился. Понятно. Мы сейчас говорим про влияние политики на экономику, которая неразрывно определяет и все. Насколько сейчас можно политические процессы как бы предсказывать? Потому что есть мнение, что политики, которые сейчас правят, они уровень совсем не Деголевский уровень. Вы знаете, предсказуемость для политиков сейчас это роскошь. Это привилегия. Вот, например, наши западные партнеры считают предсказуемым Владимира Путина. И это комплимент. В том смысле, что да, он склонен к неожиданным решениям, но именно это является особенностью его политического образа. При этом он совершенно предсказуем в том плане, что если договоренность достигнута, он ее придерживается. К несчастью для наших западных партнеров, там наблюдается ровно противоположная ситуация. Дело в том, что западные политики и государственные деятели, даже принимая решение, совсем не обязательно, что они будут его придерживаться. И это является системным моментом. Почему недавно Сергей Викторович Лавров просто сказал, «Слушайте, вы себя так непотребно ведете, граждане, наши западные партнеры, что Россия вполне может, что называется, с вами больше не общаться». И, честно скажу, очень многие эксперты подписались бы под этими словами. Сергей Викторович в последнее время с его разными идиоматическими выражениями служит нам кладезем, на самом деле, политических мемов и каких-то политических крылатых выражений. Я не буду их цитировать, потому что они всегда носят цензурный характер. Что тоже является крайне точным выражением того, что происходит сейчас в политике. Да, мы наблюдаем очень серьезный кризис в Европе. Мы наблюдаем крайне серьезный кризис в Соединенных Штатах Америки. Впору уже вспоминать Шпенглера с его закатом Европы. Но этот закат длится постоянно. Мы должны уже привыкнуть к тому, что люди, которые считают, что США – это сияющий град на холме, на самом деле просто ослеплены этим условным сиянием. Оно существует только в их воображении. Реальность уже совершенно другая. Все это напоминает фильм «Братья Ивачевский. Матрица» уже в этом смысле. Все-таки велика вероятность выигрыш, что Байден придет, русофоб Байден, или человек, который представляется как русофоб, на самом деле мы не знаем. Готовы российские власти, российская политика какую-то контр-игру вести? И насколько это будет болезненно, если Байден выиграет выборы? Слушайте, ну на самом деле Российская Федерация, ее дипломатический корпус, корпус спецслужб, правоохранители, военные уже давно ведут не только игру, но и контр-игру, компилируют это. И судя по обеспокоенности наших западных партнеров, в кавычках, как Владимир Путин в свое время закавычил, с тех пор они в закавыченные ходят. На самом деле, судя по их беспокоенности, эта война довольно... Война, эта метода поведения, она очень эффективна. Нас же постоянно обвиняют, мы конечно подхихикиваем, что нас безосновательно обвиняют, хотя на самом деле мы используем трофейное оружие, тот же Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и так далее. Это все трофейное оружие. Мы воюем трофейным оружием, причем делаем это с легкостью и непринужденностью, вызывая легкое восхищение у наших оппонентов тем, с каким... Ведь, например, на санкции, на какие-то обвинения наши западные партнеры говорят, ребята, вы оборжали практически все, в чем у вас обвинили. Вы что, не боитесь? Ну, а в ответ слышат очередную порцию, извините меня, разных мемов смеха и юмора, что является крайне здоровой реакцией на все то непотребство, которое в отношении нас предпринимают сейчас наши западные партнеры. Как еще реагировать? Бояться? Не, ни в коем случае не стоит бояться. Надо реагировать с юмором, на самом деле. Вот юмор нас всегда спасал. Он спасал нас в советское время от, так сказать, невыносимой легкости советского бытия. И спасает сейчас, на самом деле, потому что, ну, как еще относиться к тому, что воспроизводят наши партнеры? Нас часто экспертов и политиков обвиняют в том, что мы ничего не делаем. Ребят, ну, иногда ничего не делание, то есть не деяние, самый эффективный способ того, чтобы не втянуться в дорогостоящие игры. Владимир Путин, когда Барак Обама объявил так называемую гонку вооружений, сказал, мы к этому не присоединяемся. Хотите гоняться? Гоняйтесь. Без проблем. Это ваше дело. Мы не будем втягиваться в дорогостоящие и очень обременительные процессы. И здесь чертовский прав был наш президент. Большое спасибо за интересное интервью. Спасибо вам.